Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хотела с вами поболтать. Вы мне говорите, что нужно побольше таких видео. Вот я постараюсь это сегодня сделать. Так, сегодня тема такая, что ко мне обратилась моя зрительница, зовут ее Катерина. И у нее был такой вот вопрос, что парень ее очень сильно ревнует. И хотя они там друг друга очень сильно любят, но вот эта вот ревность убивает все. И мне, конечно, самой приходилось это испытывать. То есть я и сама в какой-то степени ревнивая, довольно-таки ревнивая. И приходилось сталкиваться с ревностью со стороны молодого человека. И прошла я этот опыт. Может быть, еще и не прошла. Но, то есть я на своем опыте, на своей шкуре это все испытала. То есть я не голословлю, не выдумываю, а вот то, что есть на самом деле. Немножко расскажу про себя. И попробую дать советы Катерине и другим девушкам, кто сталкивается с такой проблемой. Сразу могу сказать, что ревность до добра не доведет. Это в моем случае. То есть это довольно-таки серьезная и страшная штука. Может быть, по крайней мере, в моем случае такого не случилось. Но было очень много случаев, когда доходило до рукоприкладства, доходило до чего-то еще серьезного. То есть ревность это такая штука. То есть в начале знакомства, когда мы знакомимся, например, с молодым человеком, когда он начинает вас ревновать, звонить и спрашивать там через каждые пять минут, где ты, что делаешь и тому подобное. Нам это очень нравится. Не правда ли? Ага, он, значит, интересуется, он, значит, меня любит, ему, значит, интересно, где я, что я. То есть вам это нравится, да. Но когда это переходит уже в какую-то манию, то есть по прошествию, например, там месяц, два, три, когда это все начинается уже там с мании, да, с какой-то, или даже до такой степени дохода, что мы идем, например, и кто-то посмотрел просто, может быть, даже не на вас, то есть имеется в виду на девушку, но парень уже начинает истерить. Вот это вот уже, я думаю, все-таки это уже мания, это нужно лечить. То есть, скажем так, лечить, лечение способов, наверное, два. Это поговорить, обсудить эту тему, и вторая, это уже крайняя, то есть расстаться с этим молодым человеком. Но если любите, да, сетцу тут не прикажешь, и сделать, и бросить вроде тоже нереально, потому что любовь это такая штука, что она непредсказуемая, и что вы сделаете в следующий момент, вы и сами не понимаете, да, в этом случае. Вот, да, в моем случае доходило и до рукоприкладства, то есть сначала человека как бы нагнетает, 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 и потом у него вот это все взрывается. То есть, есть такие люди, конечно, которые это все держат, 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 держат в себе, и потом взрываются, и тоже там происходит что-то серьезное. Но я насчет того, что, насчет моего случая, это очень, конечно, вначале, да, вначале, да, очень вроде как нравится, но потом это, это очень тяжело и морально, это очень тяжело и физически, и когда постоянно на тебя кричат, и когда постоянно тебя обвиняют, там, да, ты такая, да, туда-сюда, да. Именно, вот, например, идет, ты где-то находишься, да, в людном месте, звонок, звонок вашего друга, да, и он спрашивает, так, ты где? Ты говоришь, там-то, там-то, а нет, там мужские голоса рядом, там, ну, то есть в телефоне слышно. Вот это вот, и это постоянно, например, да, это, я не знаю, это, во-первых, очень тяжело морально, человеком, как и мне вот рассказала Катя, да, то это на самом деле морально убивает, это, и ты вроде в этой ситуации сделать ничего не можешь, и я даже тоже, тоже сталкивалась с этим. И, да ты, да, то есть, как она мне сказала, у нее тоже там и мат, насчет рукоприкладства, конечно, она мне не сказала, вроде как еще не было, но дело молодое. Потом, конечно, у таких людей, очень сильных ревнивцев, происходит, как сказать, раскаяние. Если, например, произошло рукоприкладство, то потом они начинают там задаривать вас подарками, начинают раскаивать, стоять на коленях, обещать, что больше такого не будет, или даже не обязательно рукоприкладство, а там, например, какой-то скандал, там, серьезный, он на вас так, он наорал, там, накричал, все, что-то. И потом, конечно, да, раскаяние, но раскаяние, если еще, не дай Боже, это в пьяном состоянии этот человек делает, это вдвойне серьезнее, вдвойне страшнее, скажу. И вот, и насчет, вот, насчет Кати, да. Что могу сказать? Или вот я, как я ей посоветовала, или это пройдет, может быть, такое и пройдет, когда вы, например, создадите семью, у вас появятся детки, или пока еще не появятся, и вы будете вместе постоянно, то такое может быть уже, когда человек поймет, что вроде и подозревать-то не в чем, да, то вполне возможно, да, что это пройдет. И он не будет так сильно контролировать. Но есть такие категории, есть, которые не проходят, и которых это ревнивцы по жизни, то есть, там, какая не была бы ситуация, то это будет всегда. То есть, по рассказам моих знакомых, я знаю, что это, может быть, и в 70 лет он ревнует ее до такой степени, вот, например, бабушка с дедушкой, да, дедушка может до такой степени в 70, там, в 80 лет он ее ревнует, ах, ты где была, ты где-то гуляла, представляете? Это вот всю жизнь она терпела вот это все. Ну, насчет того, что сказал, что есть, да, нет, проходит. И, или вы доказываете, если вы любите этого человека, вы доказываете не поступками, а, как бы, действиями, что вы любите его, что вы его не предадите, не измените, ну, то есть, что он вас был бы уверен, да, то есть, не даете повода для ревности. Так, это вот еще один вариант. Ну, и третий вариант самый крайний, вы расстаетесь с этим человеком, как бы ни была там любовь такая, что не можете расстаться, но что делать? Все-таки душевное спокойствие, душевное равновесие, оно, наверное, тоже важно для человека, чтобы, а когда вот так вот постоянно на нервах, это тоже, наверное, очень-очень тяжело и неприятно, и когда вам не доверяют, и вы чувствуете себя не очень комфортно с этим человеком из-за того, что вот это все происходит. И вообще, наверное, у многих такие ситуации бывают. Я бы хотела выслушать девочек, девушек, у кого какие проблемы, про свои такие вот, то, что у меня происходило, рассказывать, конечно, довольно-таки долго, и довольно-таки, наверное, как сказать, это все-таки довольно-таки личное, и мне это тяжело говорить, и, как сказать вам, перед, даже не знаю перед кем, я знаю, что мои зрительницы, да, меня смотрят, но бывает, что это открытый доступ, и некоторые вещи я не могу рассказать и поделиться с вами. Я рассказала, в общем, что у меня вот такое вот было. И поэтому мне тоже интересно, если у вас есть какие-то вопросы или что-то, я могу, конечно, с вами поделиться по... Вы знаете все мою электронную почту, она у меня есть на канале. Вы можете писать туда, если вы не хотите, чтобы видели сообщение под видео. Конечно, мы с вами пообщаемся, у меня есть скайп. Если вам хочется поговорить, хочется обсудить эту тему более ближе со мной, через скайп, есть контакты, есть... то есть мои координаты, моя связь есть везде. Вообще вот эта тема довольно-таки серьезная, и к этому надо относиться, к этой теме довольно-таки серьезно, да. Ну, я надеюсь, что Катя, например, поняла что-то, я ей писала, и по этому видео, может быть, она поняла. И если будут вопросы, конечно же, обращайтесь, и мне было бы очень интересно с вами побеседовать. Так что, девочки, такие видео я планирую делать, подобные про отношения, про семью, про любовь, про брак, про... Вообще про... что мне будет... что именно в этот момент мне будет интересно. То есть я сразу признаюсь и скажу, что я снимаю видео, которые мне интересны. То есть... то есть то, что мне неинтересно, и то, что я заставляю себя, я это не смогу снять. Я буду только вот такие... Так что ждите новых видео. Надеюсь, что это видео было полезным, и вы... И вы нашли что-то интересное в нем. Всем пока-пока!